Здравствуйте, в эфире ОТВ, программа Акцент, в студии Анна Семилетова. Сегодня у нас в гостях уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Татьяна Георгиевна, рада вас приветствовать. Здравствуйте. После трагедии в Крокусе, в Екатеринбурге, как и во многих других городах области, начались проверки мигрантов и сообщается о существенном оттоке иностранцев. Многие возвращаются к себе домой. К вам мигранты обращались или, может быть, их семьи с какими вопросами? Ну, к нам все годы обращаются мигранты, потому что мы тот самый институт, который защищает права людей, которые не имеют гражданства в России, и больше им пойти некуда, кроме своих консульств, тоже есть и консульства. Обращаются. Что меня беспокоит? С одной стороны, это нормальная работа, что мы защищаем своих граждан. Это обязательная работа. Что беспокоит? Иногда формально. Нам доводилось видеть, когда в аэропорту Кольцова во время транзитного рейса из Благовещенска в Душанбе, уральских авиалиний, у нас забирали людей, которые ожидали, имели посадочный талон на рейс на Душанбе, и они прилетели из Благовещенска уже до Екатеринбурга, их забирали в Центр временного содержания иностранных граждан. Им казалось, что они где-то не так зарегистрированы. Мне кажется, это погоня за какими-то там показателями, потому что мало того, что забирали людей, забрали беременную женщину на седьмом месяце беременности, забирали детей. Вот это мне не нравится. А так идет работа в усиленном режиме, потому что проверка показывает, что не все наши эмигранты приехали сюда зарабатывать трудом и зарабатывать честно. А есть какие-то другие случаи, когда они приехали и не знают, куда приехали, зачем приехали, и каким образом они здесь будут жить. Ну, а к вам обращаются с какими вопросами? Вы как можете им помочь в данной ситуации? Ну, если, конечно, женщину выдворяли, когда ее остановили и посадили в Центр временного содержания иностранных граждан, конечно, мы потребовали, чтобы ее немедленно вывезли в Душанбе, потому что она действительно имела билет, имела посадочный талон, и то, что она не зарегистрирована на этот рейс, это не говорит о том, что она виновата. У нее был свой посадочный талон из Благовещенского до Екатеринбурга, из Екатеринбурга до Душанбе. Ну, сейчас много разных предложений звучит о том, как нам, может быть, стоит реформировать систему учета мигрантов и какое-то новое ведомство создавать, может быть, какую-то цифровую базу и туда их всех вносить. Вы как считаете, как вот эту проблему можно решить? Может быть, у вас какое-то предложение есть рабочее, потому что работаете с людьми, вам виднее, как это можно сделать? Очень просто. Сейчас Совет по правам человека при президенте разрабатывает концепцию единого реестра работодателей. Мы должны знать, кто приглашает мигрантов, и они должны нести своего рода ответственность за то, что происходит, потому что иногда приезжают без всяких прививок, иногда приезжают и здесь остаются, выясняется, что у них какой-то вирус бродит. Вот этого всего нельзя допустить. И если те, кому нужны мигранты, начнут своего рода какую-то деятельность большую, не только по защите своих трудовых прав, но и по защите прав мигрантов. И поэтому, если есть защита прав мигрантов работодателям, это означает очень важный момент. Я подчеркиваю, защита прав мигрантов. Важный момент. Мы не превращаемся в страну варваров, с одной стороны. Мы платим им зарплату, они здесь работают. Если мы эту работу не ведем, более того, мы часто очень страшно себя ведем. И не только мы, российская сторона. Мне доводилось видеть много раз, когда страна, которая посылает нам мигрантов, она сама их вывозит сюда, они поработают две недельки, и там говорят, а вот нам Россия не выдала там патент, а вот Россия нам не дала документы, и их выдворяют, можно сказать, свои собственные. Вот этого не должно быть. Мы должны иметь реестр добросовестных работодателей. И в этом реестре наши мигранты. И если мы будем голосовать, а мы в Свердловской области по-прежнему голосуем, мы голосуем не за квоты, мы уже голосуем за людей. Но у нас в целом регион сможет прожить без мигрантов и без той работы, которую они выполняют, потому что уже больше 10 российских регионов, и даже наши соседние по УРФО, запретили мигрантам работать в такси, например. Ну, мы в определенных участках все-таки будем принимать труд мигрантов. Все равно остается востребованность этого труда, прежде всего, в строительстве. Поэтому и берет на себя брусника наш застройщик, мигранта, значит, она берет на себя определенную ответственность за него. Поэтому мы по-прежнему будем брать мигрантов для стройки столько, сколько надо. Но ответственность за это берет на себя работодатель. А такси с ними что делать? Я не знаю, насколько востребованы мигранты в такси, это будет видно. Я говорю о том, что они сегодня востребованы на стройке. Такси. Но если берет таксопарк, он несет полную ответственность за этого мигранта. И за то, где он проживает, и за то, какую он зарплату получает, и за то, как он себя ведет в обществе. А когда сможет появиться вот это, я даже не знаю, как это сказать? Реестр. Реестр или закон, наверное, какой-то тоже. Ну, я не знаю, думаю, что он появится в этом году. Хотя, может и не появиться совсем. Почему я так говорю? Это предложение Совета по правам человека. Вдруг кому-то из чайников не понравился. После трагедии в Крокусе Госдума также предложила запретить выдачу разрешений для приобретения оружия тем гражданам России, без разницы какой национальности, если они не предоставили сведения о воинском учете. Вот здесь вы как, согласны? Вы знаете, я очень осторожно отношусь к оружию. Прямо-то осторожно, осторожно. И каждый раз, когда обсуждается федеральный закон об оружии, я вношу свои поправки. Наверное, никакие другие поправки я так не вношу, как эти. Ограничивающие права граждан, которые имеют оружие. Ну, то есть все должны подтверждать свое право владеть оружием. В России также предложили мигрантов, когда они получают российский паспорт, ставить их на воинский учет. В принципе, звучит логично. Вы как считаете? Я тоже сторонник этого. Правда, говорят, надо давать прямо параллельно. Все-таки воинский учет мы должны смотреть. Насколько они подходят. С какого участка их надо, с какого округа отправлять. Вот это надо учитывать. Я не могу согласиться, когда пишут, что вот их надо рядом паспорт, а рядом воинский учет. Нет, все-таки воинский учет – это воинский учет. Ну, вы как считаете, здесь могут возникнуть какие-то вопросы, может быть, проблемы в том плане, что, может быть, чуть-чуть другой менталитет, а армия – это все равно, ну, своя сфера. И брать человека из совершенно другой страны, с другим менталитетом. Давайте не будем забывать, что в годы Великой Отечественной войны мы воевали дружно. И в Ташкенте есть замечательный шиппарк Победы. Я не встречала в России таких парков. Есть памятник музея, вокзала. Понимаете? И мы показываем там, как привезли детишек, собирали они со всей России наших ребят, которые попадали под бомбежки. И как наоборот, отправляли нам фрукты нашим солдатикам и все. Мы были вместе. И никакой ментальный разрыв там не случился. Поэтому я сторонник, что если будем воевать, то воевать вместе, в одних рядах, вместе с теми же... У нас ведь и в России-то разная голосица большая. Башкиры, татары, ингуши, пожалуйста, идут в одну и ту же армию и воюют. Призыв с 1 апреля у нас начался. И с января этого года призывной возраст увеличили до 30 лет. И вот первый вопрос, были ли уже к вам обращения? Нет, в этом году еще не было. Еще пока что не было. Как вы считаете, это в целом вообще оправданные изменения? По-моему, до этого 27 лет, насколько я помню, был призывной. Вот эти 3 года, они нам что дают? Ну, будем искать, значит, контингент для набора в армию. До 30 лет это самый такой, ну, детородный возраст. Мы сейчас за повышение демографии. Ну ничего, он ходит в армию, закалится, чему-то научится, станет мужчиной. Так тогда какая разница, если он до 27 не сходил? Он до 30 решит сходить, успеть? Или как? Вот просто хочется ваше мнение услышать, почему вот эти плюс 3 года? Министерство обороны считает, что к 30 годам люди более закаленные. Люди более проверенные временем, опытом и жизнью. Люди уже родившие детей. Понимаете, ведь сейчас не секрет, что погибают ребята, у которых не остается после себя ребенка. А к 30 годам, если он уходит, он уже родил ребенка. Он воюет, он осознанно выступает не только с оружием, но и с идеологическими своими установками, с моральными, с мировоззренческими. Госдума отклонила законопроект об отсрочке от армии для сельских врачей, причем в первом же чтении даже дальше рассматривать не стали. Вы как считаете на фоне кадрового дефицита, когда у нас в отдаленных территориях и так недостаточно воспитателей, и уж тем более врачей, почему нельзя было рассмотреть? Врачи нужны в армии сегодня как нигде. Врачи нужны в армии. И поэтому и военных врачей готовят во время службы в армии. Поэтому мы должны понять. Возможно, в период, когда будет победа, будет мир, мы вернемся к тому, что сельский врач останется в своем ФАПе. А сейчас я вообще, конечно, очень опасаюсь потери кадров. Я знаю, как сильно в наших ФАПах закрепились мужчины. Я, как никто другой, езжу по нашим глубинкам. Я видела там немало мужчин, которые работают на благо сельского жителя. Но Министерство обороны, видимо, все-таки считает, и поэтому обратились и в Государственную Думу, и к президенту, что военные врачи нужнее там. Татьяна Георгиевна, спасибо вам большое за этот разговор. Я напомню, что в акценте сегодня была уполномоченная по правам человека в Свердловской области. Татьяна Мерзлякова, спасибо, что были с нами. И до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин